Брестские проектировки Брестские проектировщики в очередной раз получили хрустальные кирпичи за лучшие строительные проекты по обе стороны восточной границы Европейского Союза. Речь идет о международной награде на престижном региональном конкурсе «Дом-2015», организованном Польским управлением жилищной политики в городе Люблин. Знаменательно, что 8 декабря этого года институту Брест проект исполнилось 70 лет. А вслед за почетным юбилеем появились и подарки в виде очередного международного признания на строительной арене. Какие проекты были признаны лучшими и что в планах на 2016 год, расскажет Виктория Драгобецкая. Первый проект, который был признан одним из лучших в польском Люблине – физкультурно-спортивный комплекс «Аквамарин», торжественно открытый в 2013 году в городе Столин. В основе проекта – старые чертежи и инженерные решения, которые были осовременены. В итоге получился своеобразный с индивидуальными чертами объект – универсальный зал с трибунами, два бассейна, помещения для игр в бильярд и теннис. Автор проекта – Геннадий Костюкевич. Архитектор признался, что даже не знал, что его детище примет участие в конкурсе. Более того, принесет победу. От этого факта, говорит Геннадий Константинович, вдвойне приятно. Однако больше проектировщик гордится планом санатория для пенсионеров и инвалидов «Белая вежа», который также участвовал в конкурсе «Дом» и также был отмечен жюри почетным дипломом. Для Геннадия Костюкевича этот проект самый знаковый за почти 40-летнюю карьеру в институте. Там есть спальные корпуса, есть лечебные корпуса, есть водолечения. Изначально было запроектировано грязь и лечение, но потом от него отказались. И вот сейчас только буквально два месяца назад достроился последний блок. Это зрительный зал своей вестибюлем. На базе военного городка в хорошем месте есть там и пруд небольшой, тропа здоровья, все место хорошее. Проект хирургического корпуса областного онкологического диспансера, который был открыт в канун Рождества 2015-го, также получил хрустальный кирпич в престижном конкурсе. Старт современному этапу строительства был дан еще в конце 2010-го года. Впоследствии медицинский персонал и пациенты получили не просто хирургический корпус, а совершенно новые комфортные условия пребывания. В таком сложном деле, как онкология, это важно. Главный архитектор корпуса Александр Котович называет его проект с бородой, как выяснилось неспроста. Фундамент под объект был заложен в далеком 1989 году, однако в силу известных причин стройка была заморожена на неопределенный срок. А в 2004-м фундамент даже хотели разобрать. Благодаря реформированию системы здравоохранения сделать этого не успели. Строительство хирургического корпуса возобновилось. Диспансер модернизируется постоянно. Там улучшается и поликлиническое обслуживание абулаторное. Недавно был закуплен маммограф, поставлен еще, потом также лучевая терапия, химиотерапия. Все это вот на должном уровне. Но самый большой объем это был именно хирургические процедуры. Поэтому корпус на 210 коек, в нем 5 отделений находится, плюс отделение реанимации и операционный блок. На счету у архитекторов Брест-проекта около 9 хрустальных кирпичей и множество наград других национальных и международных конкурсов. И это неудивительно. Ежедневно в институте над проектами зданий для города, области и страны работают 385 сотрудников, профессионалов своего дела. К примеру, уже сегодня некоторые подготовленные ими проекты планируют реализовать в будущем году. Речь идет о второй очереди западного обхода, Брестском театре кукол, а также о строительстве Брестского автовокзала. Кстати, архитектором проекта выступил Валерий Кискевич, создатель театра Брестских кукольников. По задумке архитекторов, новый автовокзал появится именно на этом месте, по улице Аджиникидзе. Его основная цель – разгрузить транспортный поток по улице Мицкевича. Более того, построить подземный пешеходный переход, который соединит новое здание с железнодорожным вокзалом. По проекту здание будет двухэтажным со скатной крышей. По обе стороны – открытая зона ожидания и парковки, в том числе и для маршрутных такси. Сегодня проектная стоимость объекта составляет порядка 140 миллиардов рублей. По замыслу архитектора, на месте старого автовокзала будет большая парковка для транспортных средств, призванная разгрузить улицу Мицкевича. Однако о начале строительства говорить еще рано. Все зависит от финансовых возможностей гор и облбюджетов. Многие из нас наверняка хотя бы раз попадали в такую неприятную ситуацию, как поломка гаджета. Телефоны, планшеты, навигаторы и регистраторы имеют свойство не только ломаться в самый неподходящий момент, но еще и уносить с собой мегабайты нужной, полезной или просто дорогой сердцу информации. Хорошо, если ремонт все-таки возможен. Однако бывает и так, что мастера только растерянно разводят руками. Вернуть на первый взгляд канувшие в лето фотографии, электронные письма или документы могут специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, которые занимаются проведением исследований радиоэлектронных устройств. За их работой понаблюдала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Экспертизу радиоэлектронных устройств начали проводить в областном центре около года назад. Основные ее задачи – определение работоспособности и основных технических характеристик, а также копирование пользовательской информации таких гаджетов, как, к примеру, телефон или навигатор. Еще недавно для того, чтобы провести подобную работу, необходимо было отправлять девайс в столицу. Сегодня с этим заданием на УРА справляются областные специалисты. Перечень объектов экспертизы радиоэлектронных устройств очень велик. Начиная от электроловильных устройств, попросту электроудочек, заканчивая электродетонаторами самодельно-взрывных устройств. Однако большую часть объектов экспертизы данного рода все-таки занимает мобильные устройства, такие как мобильные телефоны, смартфоны и планшеты. Наша задача при производстве экспертиз радиоэлектронных устройств – применить свои знания, современное программное и аппаратное обеспечение для того, чтобы отыскать эту информацию в мобильном устройстве, извлечь ее и предоставить для инициатора назначения экспертизы в удобном для последующего анализа виде. Чаще всего подобные манипуляции с радиоэлектронными устройствами проводятся в рамках расследования дел правоохранительными органами. Даже если человек удалил информацию или, например, телефон выведен из строя, у сотрудников комитета есть способы и методы вновь заставить его заговорить. Бывает и так, что люди сами приносят гаджеты для того, чтобы извлечь из них дорогую сердцу или важную информацию. За текущий год экспертами отдела технических экспертиз управления было выполнено 233 экспертизы радиоэлектронных устройств, к которым относятся мобильные телефоны, планшеты и смартфоны. Данный вид исследования помогает не только правоохранительным органам, но и гражданам, которые могут обратиться в управление Государственных комитет судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области с заявлением для проведения экспертизы радиоэлектронных устройств с целью выявления и извлечения информации с мобильного устройства и другого источника информации. К слову, за 11 месяцев текущего года специалисты Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области выполнили 41 209 экспертиз и исследований, что на 2500 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все чаще к экспертам жители области обращаются в частном порядке, к примеру, для проверки подлинности документов или идентификационных номеров автомобиля, при установлении спорного родства или восстановлении важной информации с внезапно переставшего работать гаджета. Выполняются такие работы на платной основе. Однако, как правило, в таких ситуациях установить истину прямо как выполнить условия договора – дело, которое дороже денег. Продолжаем выпуск. Несмотря на плюсовую температуру и весеннюю погоду, атмосфера Нового года и Рождества чувствуется. Брещане активно готовятся к предстоящим праздникам, выбирают подарки родным и близким, украшают свой дом веселыми гирляндами, мишурой, словом, преисполнены ожиданием главной волшебной ночи в году. Как правило, для того, чтобы это событие запомнилось не только традиционным салатом оливье, голубым огоньком и фильмом «Ирония судьбы» или «С легким паром», горожане стараются привнести в праздник элемент острых ощущений. То есть салютов, фейерверков и петард. Словом, всего того, что горит, громко взрывается и надолго запоминается. Как подойти к делу выбора пиротехники с умом и как правильно ей пользоваться, наша съемочная группа узнала в ходе совместного рейда сотрудников МЧС и правоохранительных органов. Смотрите сюжет Виктории Драгобеской. Фейерверки, петарды, бенгальские огни и салюты. Сегодня выбор пиротехнических изделий огромен на любой вкус и кошелек. Однако не все продавцы выкладывают на прилавок только сертифицированный и проверенный на безопасность товар. Именно поэтому на протяжении всего месяца сотрудники правоохранительных органов проводят рейдовые мероприятия, выявляя нарушителей и некачественную продукцию. Однако в ходе рейда выяснилось, что покупатели зачастую сами не интересуются, есть ли у продавца лицензия и сертификаты на приобретаемый товар, тем самым пренебрегая своей безопасностью и здоровьем близких. Очень многим даже говоришь, когда покупаешь инструкцию, они даже ее не открывают очень многие. То есть в любом случае говорим, что нужно их обязательно закреплять, потому что очень многих переворачиваются они. То есть объясняем правила пользования, потому что очень многие этим игнорируют. То есть не хотят даже слушать, мы знаем все. Незнание принципа действия салюта или фейерверка, а также нежелание в нем разобраться, неоднократно ввели за собой травмы глаз и конечностей. Поэтому второй целью организаторов рейда стало информирование горожан о том, как правильно пользоваться пиротехникой. Реакция людей была разной. Кто-то, ссылаясь на срочные дела, игнорировал волонтеров. Другие, остановившись, внимательно слушали и изучали памятки. Стоит напомнить, что приобрести качественную и заводского изготовления пиротехническую, пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах и специализированных отделах магазина. Приобретая пиротехнику с рук, понятно, что продавец не дает никаких гарантий безопасности и, соответственно, покупатель рискует получить некачественные изделия и последствия травмы. Используя пиротехнику, обязательно надо прочесть инструкцию по ее применению. Напоминаем, что любое пиротехническое изделие имеет свою специфику использования и в соответствии с этим свои правила применения. Хорошо, если любитель разноцветных искр умеет правильно обращаться с пиротехникой разных мастей и сложностей. Гораздо печальнее, когда горе-запускатель салютов, бравируя перед своими гостями и детьми и, не изучая инструкцию, получает в итоге травмы и ожоги. Как правило, это граждане в нетрезвом состоянии, плохо оценивающие ситуацию и степень опасности, которые может за собой повлечь безобидный, на первый взгляд, салют. Поэтому, чтобы новогодние праздники не обернулись трагедией, соблюдайте меры предосторожности, и тогда Новый год действительно запомнится, в том числе и острыми ощущениями. Мы продолжаем рассказывать вам об интересных людях Бреста, которые смогли по-настоящему нас удивить своими способностями. Сегодня, к вашему вниманию, история еще одного талантливого брещанина. Настоящий повар должен быть яростным, как перец, и нежным, как ваниль. Только тогда он сможет одинаково профессионально обработать морского гребешка или справиться с тортом со сливками. Человек, с которым нам предстоит познакомиться, сумел одинаково профессионально научиться делать блюда не только европейской, но и паназиатской кухонь. В эфире телеканала Бук ТВ проект «Я справлюсь». И сегодня мы окунемся в сказку Востока вместе с рестораном Йоши. Ресторан паназиатской кухни Йоши – уникальное для Бреста место. Здесь изо дня в день дарит своим гостям частичку восточной души целая команда талантливых поваров. В меню кафе около ста блюд. К слову, опробовать их может даже ребенок. Меню адаптировано для европейских гурманов. Грамотное дизайнерское решение в оформлении, богатый выбор блюд и напитков, профессионализм в обслуживании – именно это могут оценить брещане в кафе Йоши. Антураж Азии в сочетании с исконно белорусским гостеприимством приятно порадует даже взыскательного посетителя. Восточный колорит и европейский комфорт творят настоящие чудеса. Блюда индийской, японской, китайской кухонь – все это сходит с легкой руки профессионала, человека, которого редко можно встретить в зале, однако без труда найти на кулинарной передовой. Знакомьтесь, Иван Федосюк. Здравствуйте. Пойдемте посмотрим, где создаются шедевры. В жизни Ивана восточная культура и кухня появились порядка 8 лет назад, хотя готовит шеф-повар уже очень давно. Работа в экзотическом направлении начиналась с давно полюбившихся нам суши. Сегодня кулинарный багаж мастера – это не одна сотня блюд, технология приготовления которых отличается не только разнообразием всевозможных специй и пряностей. Это особое внутреннее наполнение – душа будущего кулинарного изыска, состоящая, на первый взгляд, из очень экзотических, но в то же время доступных сегодня ингредиентов. Однако главное, считает шеф-повар, не продукты. Главное – настроение самого кулинара, которое позволит заиграть новыми красками даже такому китайскому блюду, как спринг-ролл из овощей. Для него нам потребуется морковь, сельдерей, лук-порей, красный сладкий перец, чеснок, рисовая лапша и имбирь. К слову, своей новой историей паназиатская кухня обязана такому популярному современному направлению, как фьюжн. Хотя полноправно она появилась в большом гастрономическом меню в 70-е годы 20 века. Родиной кулинарной Паназии стали Малайзия и Сингапур, которые испытали влияние Китая, Таиланда, Вьетнама, Индонезии и Индии. Обладать таким непростым набором ингредиентов довольно сложно не только клиенту, но и даже самому повару. Паназиатский регион – это все разнообразие гастрономических традиций, переплетающихся и оказывающих взаимное влияние. Восточная кухня – это буйство вкусов, ароматов и красок, подчеркнуть которые под силу только профессионалам, которые изо дня в день оттачивают свое мастерство на протяжении не одного года. Говоря себе при этом, я справлюсь. Паназия, то есть смесь кухонь. В каждой кухне есть свои колоритные части, которые, то есть японская кухня в нашем ресторане выделяется как суши, суши кайтэна. Китайская кухня, больше спринг-кроула, лапша, индийская какие-то, соус-масалы и блюда с ним. То есть блюда в основном готовятся на скородных вок, на открытом огне. Новое для города над Бугом направление талантливый шеф-повар выбрал не случайно. Ивану Федосюку очень хотелось, чтобы в Брещане смогли не только увидеть, но и попробовать это многообразие вкуса и аромата. Каждый день он оттачивает свое мастерство, соединяя в кулинарном творчестве белорусские традиции и азиатский колорит. Говоря себе, я справлюсь, он стал уникальным в своем роде мастером, шеф-поваром с большой буквы. Ожившие чудеса. Именно так можно условно обозначить название традиционной выставки-ярмарки, которая открыла свои двери для всех желающих в преддверии новогодних и рождественских праздников. Плацдармом культурно-развлекательного мероприятия стал торговый комплекс «Дидас Персия», объединивший на своих площадях порядка пяти десятков талантливых мастеров. О том, что интересного подготовили организаторы в этом году, а также какие сюрпризы ожидают брещан уже после завершения творческого марафона, об этом и не только в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Традиционная предновогодняя выставка-ярмарка чудес в очередной раз собрала тех, кто не только любит удивлять своим творчеством близких и коллег, но и не остается равнодушным к чужой беде. Уже не один год лучшие мастера города выставляют здесь свои работы, при этом не только зарабатывая, но и принимая участие в доброй миссии. Посетители вернисажа оставляли в специальных копилках деньги в помощь тяжелобольным брещанам. Каждый год число участников выполняется. В этот раз в почетном списке порядка пятидесяти талантов. Это наша одиннадцатая ярмарка форумская и шестая новогодняя ярмарка. В этой ярмарке принимают участие более пятидесяти мастеров, среди них которых есть новички и старожилы. Декупаж, работа с бисером и кожей, лентами и даже сладостями. С этим и многим другим могли познакомиться гости творческого праздника. Здесь развлечения по душе могли найти и взрослые, и дети. Пока первые выбирали новогодние сувениры, оценивали новые модные тенденции в творчестве и аксессуарах, вторые постигали азы различных техник рукоделия и изобразительного искусства. Своим опытом изучения новых форм и решений поделились и мастера, многие из которых открыли в себе новые качества благодаря декретному отпуску. Моё основное увлечение – это скраббукинг, поэтому здесь очень много у меня открыток, конвертов, блокнотов. Очень люблю это дело. Как у многих, с декретом связано увлечение рукоделием. То есть уже пять лет. Я занимаюсь изготовлением броши из кожи, натуральной, с различными красивыми дополнениями натуральных камней или бисера. Почему я этим занялась? Потому что это красиво, потому что это необычно, потому что это украшает женщину. Творческий вернисаж – еще одно подтверждение тому, что Брест, несмотря на переданное молодечно-почетное звание, культурная творческая столица. Именно здесь живут настоящие таланты, которые мастерски не только выполняют свои профессиональные обязанности, но и также увлеченно творят, создают, радуя брещанных гостей областного центра. Это была заключительная информация выпуска «Сейчас о погоде». Партнер сегодняшнего прогноза погоды – предприятие «Полесье», крупнейший производитель детских игрушек. Вся продукция под брендом «Полесье» аттестована согласно мировым стандартам качества и безопасности. Торговые марки «Полесье» доверяют мамы и папы в 43 странах мира. Родители могут быть абсолютно спокойны за здоровье своих детей, так как игрушки «Полесье» изготовлены из высококачественного экологически чистого сырья. Они увлекательны, функциональны, способны развивать навыки и знания малышей об окружающем мире. В ассортименте предприятия более полутора тысяч наименований красивых и надежных игрушек. Каждый новый день с игрушкой «Полесье» принесет радость вам и вашим детям. 27 декабря через территорию Беларуси будут перемещаться активные атмосферные фронты, вслед за которыми начнут поступать более холодные воздушные массы севера Европы. Ожидается сложные погодные условия. В Бресте синоптики прогнозируют на протяжении суток кратковременные дожди, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью ожидается сильный порывистый ветер. Партнером сегодняшнего прогноза погоды выступило предприятие «Полесье» – крупнейший производитель детских игрушек. В ассортименте предприятия более полутора тысяч наименований красивых и надежных игрушек. Каждый новый день с игрушкой «Полесье» принесет радость вам и вашим детям. Игрушки «Полесье» – лучший подарок Новому году для вашего ребенка. В студии работала Виктория Саченко. Добрых вам новостей и до встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok